Вячеслав Бетаров провел выездную рабочую встречу с представителями общественных объединений, которые занимаются профилактикой наркомании. Для этой проблемы в нашей республике в последнее время уделяют большое внимание. В Северной Осетии разработана поэтапная система оказания помощи и реабилитации наркозависимых граждан. Как помогают людям в материале Виктории Базгадзе. Любовь к животным стала настоящим спасением для Аслана Мамиева. Несколько лет назад мужчина попал в реабилитационный центр. Восемь долгих лет Аслан был зависим. В учреждении решил остаться. Помогать. Теперь он старший по ферме. У наркоманов 90, я думаю, процентов страх именно к физическому труду. Они никогда не работали, никогда не трудились. Здесь на первом этапе у нас пастбища баранов, посуд баранов, кормежка, уборка за коровами. Потом у нас дойка коров. Они включаются в работу. Именно в сельхозработа со скотиной. И вы знаете, многим даже нравится это. Это подсобное хозяйство в селении Горная Санеба, один из реабилитационных центров. Здесь наркозависимые проходят третий этап лечения. Трудовой. На территории оборудована сыроварня, разбит фруктовый сад. Есть помещение для крупного рогатого скота. Это жилое помещение. 60 квадратных метров рассчитано на 12 человек. Рядом делают пристройку. Уже 160 квадратов. Планируют увеличить количество комнат, сделать здесь столовую, кухню и тренажерный зал. В системе здравоохранения Республики реабилитация наркозависимых проходит в три этапа. Стационарный курс лечения в Владикавказе, первичная реабилитация в селе Ни Холст, а затем сюда, в Горную Санебу. Если человек врывается из среды, то есть при проведении его лечения и реабилитации, то человек бывает, особенно наркозависимый или алкозависимый человек, он бывает потерянный, потому что все его окружение и среда, то есть это социально уязвимая часть населения. И обязательно нужно бывает продумывать все ступени, скажем так, их реабилитации, трудовой реабилитации. Сегодня на учете в республиканском наркодиспансере находится 3100 человек. Тема актуальна для республики. Только в прошлом году на антинаркотические мероприятия было направлено почти 15 миллионов рублей. Северная Осетия стала лидером в этом вопросе среди всех субъектов СКФО. Вячеслав Бетаров держит ситуацию под личным контролем. Сегодня очередное совещание. Глава встретился с представителями общественных организаций, которые курируют антинаркотические мероприятия. Работа антинаркотической комиссии и обеспечение ее – это обязанность власти. Поэтому мы сегодня здесь собрались, чтобы эта работа не была формальностью. И чтобы не заканчивалось просто совещанием. И результаты наших совещаний не кончались конкретными делами. Результаты уже есть. Это подсобное хозяйство в Горной Санебе приобрели на деньги регионального бюджета. Планируют получить федеральные. До этого у центра не было определенного места. Приходилось брать в аренду земельные участки. Теперь врачи надеются, что в скором времени здесь смогут получить помощь больше людей. Виктория Базгадзе, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.